Дмитрий Георгиевич До сих пор это так называемый Гайдаровский, недавно я выступал в Ранхикс, и мы об этом довольно интересно обменялись такими мнениями, что некоторые, да даже не некоторые, а большинство экспертов сегодня находятся за границей нашей Родины. Вот так они активно участвовали и проводили эту экономическую политику в нашей стране в жизнь, что сегодня решили жить в других странах. И оттуда чаще всего критикуют нас. Не буду называть эти фамилии, но когда я говорю о благодарности в адрес организаторов, в адрес Константина Папкина, действительно этот форум из года в год приобретал экспертов, которые делились тем, что сегодня, что тогда не принималось, а сегодня воплощается в жизнь. Отчасти, конечно, воплощается в жизнь новым правительственным курсом, новым президентским курсом. Я иногда моим товарищам по партии говорю, вот мы с вами боремся за приход к власти, чтобы изменить там в образовательной сфере, например, достигнуть каких-то изменений. Например, в области обороны мы всегда, если вы помните, ну некоторые присутствующие наверняка помнят, как мы боролись с Сердюковщиной, с Сердюковым, с его назначением, как разваливали эту армию. Ну и, конечно же, в экономике. В экономике дело не в примитивном отнятии, поделить, как часто пытаются представить, например, коммунистов сегодня, а вот как раз в тех изменениях, которые требуют полноценной экономической жизни в нашей стране. То, чего нам недостает. Вот сегодня заговорили об электронике, наконец-то заговорили о разного рода движениях станкостроения, машиностроения. Вот то, о чем мы сегодня будем, наверное, часов 5-6 говорить с нашим премьером. Мы недавно встречались в узком кругу, и вот возвращаясь к теме БРИКС, я задавал ему один из вопросов, касающийся как раз развития в рамках разного рода объединений, в том числе и теми, которыми я занимаюсь полноценно в Государственной Думе, например, Евразийское экономическое сотрудничество. Например, мы через наш комитет только за последние 5 лет прошло несколько сот законопроектов, которые превратились в законы, экономические законы, которые действуют на территории нашего евразийского экономического пространства. Вот так вот потихонечку, вроде бы незаметно, но мы полноценно двигаемся к созданию такой организации, которую можно сравнивать с Евросоюзом в полной мере, поскольку для нас это очевидно и необходимо, потому что мы были в одной стране когда-то советской, и теперь разбежались по разным квартирам, но от этого наша кооперация не осталась менее востребованной. И вот эти законы, которые мы принимаем, я хотел бы, чтобы они в полной мере и начали двигаться в сторону не только евразийского экономического, там или ШОС, или, значит, ОДКБ, которые нам ближе, нам, они территориальные ближе, но и в рамках БРИКС. Я говорил со своими товарищами и с Лавровым, в частности, с Сергеем Викторовичем, министром, о том, что вообще надо двигаться и по парламентской линии гораздо быстрее. Например, в евразийском экономическом сотрудничестве нам не позволяет это сделать позиция одного из одного государства. У нас все решения принимаются консенсусом, так же, как и в БРИКС. И вот мы до сих пор не можем полноценный парламент по типу того же Евросоюза создать. Нам приходится вот эти законы принимать отдельными соглашениями, межнациональными и межгосударственными, проводить их у себя. Но при этом любой законопроект, даже внутренний, он заканчивается словами о том, что этот законопроект не противоречит всем нормам, принятым к общежитию в Евразийском экономическом союзе. Если такой закон противоречит, то мы его не принимаем. Еще одну, хочу коснуться одного вопроса, о котором Дмитрий Георгиевич, представляя меня, сказал. Вопрос, который прогремел трагедией несколько дней назад у нас здесь в стране, в Крокусе. Именно соотечественники и эмиграция, она тоже относится к жизнедеятельности нашего комитета. Вчера вот я был автором законопроекта, который превратился в закон. Наконец-то мы ввели в оборот термин репатриант. Репатриант был запрещенный термин в нашей стране. Мы боролись за это 20 лет, чтобы возвращать наших соотечественников, создавать им благоприятные условия, которые не по своей воле остались за пределами нашего государства. Таковых насчитывается на сегодняшний день около 30 миллионов человек. И в Украине, и в Казахстане, и во многих других странах, да и не только во странах бывшего Советского Союза. Вот вчера мы первый такой закон приняли и ввели этот термин репатрианта, договорились о том, как представлять им вид на жительство, как осуществлять их приезд сюда в рамках госпрограммы переселения соотечественников. А вот то, что касается миграции, то, о чем так много сегодня говорят и у нас в стране, и в некоторых структурах, конечно, требует больших изменений. И об этом мы уже на протяжении нескольких лет, с одной стороны, это непосредственно касается темы нашей беседы сегодня, наша страна сегодня в силу чрезвычайных обстоятельствах демографии нуждается в этой рабочей силе. Примерно 5-6 миллионов человек недостают сегодняшней экономики, а завтра еще больше. Но, с другой стороны, мы не можем не считаться с тем, что миграция приносит и определенные опасности для нашего рынка, и для производительства труда, и для того, что развращает работодателей. Например, мы приняли два законопроекта, уже давно приняли их, и они уже являются законами, с Узбекистаном и с Таджикистаном об оргнаборе, так называемом, трудовой силы. Но они не заработали, поскольку работодателю гораздо проще на рынке забрать людей, не тратиться на общежитие, на создание медицинских услуг, возможностей в области освоения языка, потом отвечать за него, если он там что-нибудь натворил, надепортировать его. Они берут на рынок и платят меньше. И вот сейчас, похоже, мы пришли к тому, что пойдем все-таки по первому пути. Наверное, будет ликвидация патентной системы, не сразу, но будет ликвидация патентной системы, и будет, по сути говоря, введен в оборот только оргнабор. Как это будет сделано, пока трудно сказать, но я обязательно поделюсь с вами чуть позже, только поскольку законопроект сейчас находится в правительстве, он внесен туда МВД только вчера. Думаю, что и создание органа в новом правительстве, который анонсировал президент Путин еще на пресс-конференции несколько месяцев назад, оно тоже будет воссоздано, будет называться, наверное, или Министерство по делам национальности и миграции, или же агентство, но в рамках вот этого нового органа мы будем там осуществлять вот эти преобразования, которые непосредственно сказываются и на наших объединениях, тех, о которых мы собрались сегодня с вами поговорить. Я бы хотел вас от имени Государственной Думы поздравить с тем, что вы сегодня здесь собрались, собрались, приехали к нам, нашли это время, нам очень важно ваше мнение, мы обязательно эти мнения оцениваем, смотрим, потом, возможно, превращаем их в законопроекты. Вот когда я говорил о репатриантах, я как-то был в Уругвайе, встретил там двух русских. Одну в Бразилии, когда проезжал мимо, она переводчицей была, одну в Уругвайе. Они не были в России ни разу, с тех пор, как их родители уехали после революции и покинули Россию. И они мне сказали, знаешь, Леонид, мы бы очень хотели получить паспорт Российской Федерации, мы бы хотели стать русскими, потому что мы русские по духу, мы никогда и всегда моими оставались. У вас есть в законе одна проблема. Для того, чтобы стать русским и получить паспорт русского, мне нужно отдать свой паспорт бразильский или вот уругвайский. Так до недавних пор было устроено наше законодательство. И, конечно, мне этого не хочется, мы всю жизнь здесь прожили, мы этой стране обязаны. И, конечно, не хочется этот паспорт терять, да и гражданство. И я долго добивался, прямо вам скажу, долго добивался того, чтобы мы ликвидировали вот эту зависимость одного гражданства от другого. У нас парадокс, можно принять израильское гражданство русскому, а вот наоборот, надо покинуть то гражданство. Наконец-то, должен вам сказать, несколько лет назад мы приняли закон, долго-долго с правительством бодрались, но приняли этот закон. И сегодня это превратилось в норму, когда каждый гражданин... Если бы мы это сделали в 90-е годы, сейчас полукраина и полуказахстана было бы с нашими паспортами. И, наконец-то, хотя бы это дошло до власть продержащих сегодня. Я хочу, заканчивая свое выступление, сказать именно о том, что некоторые рекомендации, некоторые ваши выступления, надеюсь, послужат и нам в дальнейшем целью указания в нашей деятельности законотворчества. Спасибо вам за внимание.